Те критерии, их 4, которые я выбрал, по которым я выбирал место жительства, пока здесь их невозможно реализовать. У меня спрашивают, я буду возвращаться в Россию или нет? Ну может буду, может нет. То есть у меня нет такой жесткой цели не жить в России. Это во-первых. Во-вторых, там у меня нет такой проблемы, что я там кого-то люблю или ненавижу. У меня просто другое отношение к работе и жизни. То есть я считаю, что я должен найти возможность жить там, где я хочу, работать с теми людьми, с которыми я хочу, жить с теми людьми, с которыми я хочу, общаться с кем я хочу. И вот в рамках жить, как я хочу, там есть очень специфические критерии, по которым даже Краснодар, мой любимый, не проходит. То есть очень пыльно. Экология такая шаткая, я могу сказать. Хоть и очень зелено и так далее, и так далее. То есть экология в первую очередь, безопасность, доступность океана и климат. Для меня сейчас на этом этапе жизни это очень важно. Это все есть там, здесь пока этого нет. Даже если я буду жить в Сочи, я был много раз в Сочи, я понимаю, что, кажется, тоже есть вода, кажется, тоже есть какой-то климат, но все совсем по-другому. Но это, я думаю, любой путешествующий человек куда-нибудь в Европу, там, в Америку может сказать, что есть определенная разница в самоощущении. Оно, конечно же, отсюда идет, это самоощущение. Но есть еще факторы, которые поддерживают. То есть я могу сколько угодно улыбаться, когда мне на ногу наступают 200 раз общественном транспорте и матерят после этого, там, да. И у меня самоощущение такое. А я лучше этого делать не буду. Я лучше буду ездить там, где никто никому не наступает и никто никого не материт. Это как-то вот правильно, мне кажется. Вот конкретно для меня. Но я хочу сказать, что я готов возвращаться обратно. Я готов какие-то другие варианты рассматривать, если земной шар поменяет полюс. Шутка, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова